Вот он, новый континент для землян. Всего 380 тысяч километров от Земли. Здесь найдется укрытие при глобальной катастрофе. Отсюда без помех можно наблюдать за другими звездами, в отличие от Земли, где мешает атмосфера. И главное, неисчерпаемые запасы энергии, которых хватит человечеству на 15 тысяч лет. И это далеко не все, полагают ученые. Мы только в начале пути освоения Луны. Вот возьмите Ломоносов. Он сказал, что богатство России будет прирастать Сибирью. Ломоносов ведь не знал тогда, что Сибирь богата нефтью, или ее реки могут дать миллиарды киловарда электроэнергии. Но он понимал, что присоединение такого пространства не может не дать в конечном счете таких результатов, которые повлияют на будущее государства. И это было правильно совершенно. Вот Луна приблизительно так же. Сделать из Луны второй дом – идея, которая возникла еще на заре космической эры. На Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов в 1965 году даже вышел фантастический киноочерк. Широким фронтом поведет человек благоустройство дикой планеты. Своего рабочего места. Своего нового дома. По-видимому, возникнет особая архитектура лунных сооружений. Снова о Луне, как о запасной планете, заговорили в 90-е, когда в научном сообществе появились предположения – там может быть вода. Недавно американский зонд ЛРО с российским прибором ЛЭНД окончательно подтвердил – вода на Луне есть и немало. Лед, лед. То есть, когда мы говорим слово «вода», то мы имеем в виду не то, что из крана течет вот эта как бы наша жидкая, так сказать, из чего речки состоят, озера, моря, а это вещество. Вода как физическое вещество. На полюсах, на дне кратеров, в зоне вечной тени, возможны залежи льда. Люди получат дешевую местную воду. А из воды кислород для дыхания. По некоторым расчетам, современное человечество вполне могло бы обосноваться на Луне и построить базу уже через 15 лет. Скорее всего, первые обитатели будут жить на полюсах поближе к большим запасам воды. Ко многому придется привыкать заново, даже ходить. По Луне проще прыгать, сила притяжения там в 6 раз меньше, чем на Земле. В этом убедился Нейл Армстронг, когда 40 лет назад впервые ступил на лунную поверхность. Пока же главный враг человека — радиация. Здесь вариантов спасения немного. В Луне также нет никакого магнитного поля. На нее сыпется вся та радиация, которая есть. Идет от Солнца, идет от вспышек сверхновых других звезд в нашей галактике, не только в нашей галактике. Поэтому там защищаться сложно. Но там уже есть расчеты. Можно сделать такие землянки, выкопать убежище глубиной 1,5-2 метра, где космонавты могли бы, в общем-то, пережидать эти космические грозы. То, что первой ступенью продвижения человека в космос должна стать Луна, сегодня бесспорный факт. Это и база для старта к другим планетам, и станция раннего оповещения Земля на приближении опасных астероидов и гомет. Луна может быть хорошей такой базой для астрономических, астрофизических исследований, для таких больших приборных комплексов, для исследования космических лучей, которые можно там развернуть на ее поверхности. Космонавты могут в таком сервисном, вахтовом режиме там участвовать в работе по поддержанию этих комнатных. Это очень такая интересная и достойная задача. Но самое важное, на Луне есть гелий-3, космическое топливо будущего. Гелий-3 — это один из изотопов гелия. В принципе, накапливается он на Луне в результате ионизирующего облучения частицами солнечной плазмы. Благородные газы — это тот же гелий, это неон, криптон и так далее. На Земле его нет, поскольку гелий-3 — это инертный газ, и, в принципе, и гелий-4 в том числе. И он постоянно дефондирует в космос. То есть просто улетает. Этот лунный грунт доставил советский аппарат «Луна-16» в 1970 году. Сегодня — главный экспонат музея Института геохимии. Вот такой темно-серой пылью выслана вся поверхность Луны. Трудно поверить, что это и есть кладовая гелия-3. Добыча того же самого гелия-3 технологически очень проста. Значит, этот поверхностный слой им насыщен. И этот поверхностный слой достаточно нагреть до 600-700 градусов Цельсия, чтобы практически 90% всего накопленного в реголите гелия-3 было извлечено. Газ и нефть не вечны. По некоторым оценкам еще лет 40, и проблема с углеводородами встанет особенно остро. Единственная альтернатива — атомные станции. Но и это небезопасно. Радиация. Термоядерная же реакция с гелием экологически чистая. Ученые уверяют, лучшего пока не придумали. Гелия-3 — это то, на что мы можем рассчитывать в будущем. С двух точек зрения. Во-первых, это чрезвычайно эффективное термоядерное топливо. И, во-вторых, это еще более уникальное — это экологически чистое термоядерное топливо. Несколько полетов космических танкеров к Луне и 200 тонн гелия хватит, чтобы вся энергосистема Земли работала целый год без перебоя. Если говорить о совсем фантастических планах, станцию по переработке гелия-3 можно построить прямо на спутнике, а на Землю энергию передавать с помощью мощного лазерного луча. А ведь зачастую фантастические идеи оказываются правдой. Наступит такой день, когда по улицам этого города засеменят ножки ребенка. Первый человек, родившийся в этом суровом мире.